Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий священник Сергий Рыбаков. Мы находимся с вами в преддверии праздника Троицы, праздника Пятидесятницы, праздника Дня Рождения Церкви. В это воскресенье уже после долгих 50 дней впервые в храме все верующие христиане, все верующие люди встанут на колени, будут петь так долгожданную молитву Царю Небесный с призванием Духа Утешителя, с призванием Духа Святаго на все церковное собрание. И вот в преддверии этого праздника мы решили в нашей студии поговорить о церкви с нашим гостем, с отцом Михаилом Жигалином. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте, Игорь Че! Я так вот, мы с вами немножечко до эфира говорили, до передачи говорили о том, что мы с вами посвятим две встречи, две беседы, собственно, церкви. Ввиду того, что, к сожалению, у современного человека представление о церкви, о том, что это такое вообще, мягко говоря, искажено. Вот буквально неделю-две назад я был в госуниверситете, ну, в Самарском университете, сейчас его принято так называть, в дискуссионном клубе меня пригласила молодежь, причем такая очень умная, здравая молодежь, действительно очень начитанная, интеллектуальная, поговорить на тему о взаимоотношении церкви и власти. И вот именно эта дискуссия, собственно, побудила к нашей сегодняшней встрече, потому что, к сожалению, оказывается, люди не представляют, что такое церковь. Церковь – это институт, церковь – это некий образ, нарисованный СМИ, церковь – это патриархи, епископы, попы на Мерседесах. Итак, церковь, одним словом, что такое церковь? Вот об этом, мне кажется, сегодня крайне актуально, крайне важно поговорить для того, чтобы вернуть некоторые смыслы и в то же время вернуть некоторое понимание того, что есть церковь. Напомню для наших телезрителей, что то, о чем мы сегодня с вами будем говорить, называется в богословской терминологии «экклесиология», да, «экклесия» – церковь, ну и, соответственно, «слово о церкви», «наука, изучающая церковь». И так, что называется, мои любимые вопросы для затравки, да, для того, чтобы этот диалог, собственно, начать. Вот мы с вами к празднику Троицы шли долгими предуготовительными неделями богослужебными, да, то есть у нас первая неделя после Пасхи, неделя о Фоме, потом неделя о Жон Мироносец, ну и дальше о Расслабленном, о Самарянке. И эти чтения, надо сказать, они читаются, ну, я имею в виду о Расслабленном, о Слепом, они читаются не единожды в год, и все зависит от того контекста, в который они помещены. Вот в контексте приготовления к празднику рождения церкви они совершенно иные акценты приобретают. Вот что посредством этих образов, образов Расслабленного, образа Самарянки и беседы с ней, образа слепого, слепорожденного, пыталась нам сказать церковь на пути к празднику рождения церкви? Что важно? Ну, вот, наверное, так сказать, по мнению, ну, просто будем говорить, что по моему мнению, церковь, в первую очередь, как мы знаем, есть не вот, как часто люди понимают, как мы сейчас все слышали, что вы перечислили, ну, часто еще добавлю, что говорят, там, вот, здание с иконами и с Папом. То есть это в своем последнем смысле, наверное, это здание, да, церковь как здание. Но в первую очередь, церковь есть общность людей, единых в Боге, стремящихся к нему и живущих в них и ставящих приоритетом этот путь. Ну, школе, вы с этого тогда начали, тогда я тоже сделаю важную ремарку, важный акцент для наших телезрителей, что это собрание всех людей, вот, и что главой церкви отнюдь, является не патриархом и даже не священный сенот, а является главой сам Христос. Именно поэтому мы в символе веры произносим веру воедину святую. Хотя, как бы, у людей, когда они приходят иногда в церковь, видят, что они там ругаются, и это, причем, собственно, не новшество, не современное реалие. Еще апостол Павел в послании к Галатам, сейчас недословно цитирую, но писал, по-моему, в пятой главе, что вы грызете друг друга, смотрите, не сгрызите совсем, да, так что не ешьте друг друга, одним словом. Вот, то есть с этой проблемой, что в церкви далеко не святые люди, еще только идущие к святости, сталкивались христиане всех веков, всех поколений. Так вот, собрание людей, еще раз повторю, просто мне кажется очень важным, очень важным, чтобы сегодня нас услышали все те, кто нас слушает, что когда мы говорим, что церковь собрание людей, это значит, что церковью являются все те, кто когда-то прошел таинство крещения, кто когда-то вступил в эту самую церковь, начал исповедоваться, причащаться и жить церковной жизнью. И в этом смысле, в самом глубоком смысле слова, церковь, например, неотделима от государства, потому что когда я прихожу в больницу, меня лечит верующий врач, меня лечит церковь. Когда я прихожу, не знаю, в какую-нибудь губернскую думу, меня встречает верующий депутат с крестиком на шее, может быть, он даже и не верующий, но он крещеный, уже по факту своего крещения он церковь. В этом смысле государство от церкви неотделено. Простите, я вас... Ну вот, возвращаясь непосредственно к вопросу, в чем слепорожденный, расслабленный самарянка? Это образ людей со всеми своими пониманиями, проблемами, заботами, хлопотами, недугами. Так вот, и показано нам, что церковь есть из всех нас со всем этим багажом, который мы за собой тянем. Если так частично говорить, то есть, например, образ расслабленного, то есть, образ человека, который ждал помощи, как он говорит спасителю, был бы кто, кто опустил бы меня в купель, дабы получил я исцеление. То есть, некое ожидание, надежда, стремление веры его. Образ самарянки, то есть, той, которая обличает спаситель, да, аккуратно говорит он ей, намекает, говоря о муже, да, что, где муж твой, проведи его, и она говорит, нет у меня мужа. Он говорит, истинно говоришь ты, что нет мужа, так как у тебя их пять, и тот, который сейчас есть, не является твоим мужем. Ну, как бы, жизнь пребывает, твоя жизнь во грехе. И ты, она это понимает, и, видимо, ее это гнетет, и она ищет ответа, стремится открыть его в себе, но в то же время, как бы, и стесняется, боится, не дает возможности этому ответу раскрыться в ее жизни. Также и образ слепца показывает нам, что человек с детства своего слепорожденный, будучи нищим, да, пребывающим только вот то, что ему, пребывающим в том, что ему дадут, что ему на пропитание его, когда спаситель обращается к нему уже по факту исцеления, помазав болением ему его глаза и сказав, что кто-то умылся в купеле, он не знает, кто с ним разговаривает, он не знает, что он ему говорит, но по факту того, что исполнилось, он поемлет в себе величайшую веру, и когда его призывают на сонмище, да, когда его пытаются в обратном убедить, что ничего не случилось, да, ведут расследование, как бы, чтобы он сам признал, что ничего не случилось, непонятно вообще, как бы, ну вот, он тверд в своей вере, он даже не знает, кто сделал это, зачем это сделал, но он говорит, что если, до сели не видно было, что человек стал, будучи слепым, исцелился, если сделал он это, то истинно проповедует Бога, проповедует его, утверждает его, зная, что он будет обществом, в том смысле, какое оно было, которое принадлежало, обществу будет отвергать его, так и родителям, когда им задается вопрос, что ваш ли это сын, и скажите, они говорят, но он в меру своего возраста и сам может за себя сказать, поэтому вы его спрашиваете, как бы, нас не трогайте, тем самым выгораживает себя из ситуации, и он, как бы, мог так же сопутствовать этим вопросам, но он стоик в своей вере, он тверд в своей вере, и когда после уже этих событий, когда его изгоняют, к нему приходит Спаситель, и говорит, верующий ли ты сына Божия, и он спрашивает, так скажем, чтобы раскрыл он, кто сын Божий, что, почему, и он говорит, что ты с ним и разговаривал, и получил от него исцеление, и тогда он уже пред Богом исповедует свою веру, а по-простому-то еще и говоря, и показывает свое благодарение, и желание, и рвение, что он будет пребывать с ним, и уж наверняка более, нежели другие, соизмерять уже свою жизнь с Богом. Так вот, все эти люди, все эти события показывают нам, что какие бы ни были заботы в нашей жизни, это проблемы общие, это проблемы единые, и каждый из нас должен помогать друг другу, видеть на опыте других, поучаться самому, изменять, так скажем, свою жизнь. Вот Священное Писание, как книга жизни, которой, кажется, все ситуации раскрыты, от строения мира до пришествия Спасителя, всей земной жизни его, на примере таких же, как мы написаны, все взлеты, все падения, все ошибки, все промахи, но также и все восстания, наоборот. Мне кажется, вот, читать и учиться, но ведь природа такова наша, что мы хотим, где-то не верим, где-то не хотим верить, где-то и не думаем даже об этом, но пытаемся на своем собственном горбу все это проносить. Я бы вот подхватил просто эстафету, я вот сижу параллельно, слушая вас, думаю, ведь там действительно во всех этих, если рассмотреть эти три типажа, как типажи, собственно, людей, находящихся в церкви, да, больные, грешные, ищущие покаяния одновременно, самарянка ведь тоже такой образ, очень интересный, она еще и наплеменница, наплеменница, вот, она не своя, она изгоев, она та, с которой, во-первых, как с женщиной не положено разговаривать, потому что, ну, подойти мужчине заговорить на востоке с женщиной, это, ну, мягко говоря, некое табу, да, вот, плюс ко всему прочему, она и наплеменница, то есть она та, которая за пределами богоизбранного народа, с которой в принципе разговаривает, все равно, что разговаривает с прокаженной или там с блудницей, или с мытарем и так далее, то есть это образ такого отвергнутого человека, но принятого, отвергнутого, но которому возвращается некое человеческое достоинство, расслабленный, да, тот, который 38 лет ждет, чтобы его взяли на руки и донесли, это образ такого человека, к сожалению, сейчас очень тоже много расслабленных и в церкви, это люди отнюдь не те, кто парализованный, у которых чаще всего парализована сила ума, сила воли, какие-то душевные силы парализованы, и они часто, мы таких людей, я думаю, вы, батюшка, меня только как бы согласитесь со мной, мы встречаем их, когда они приходят и верят в свечку больше, чем в Бога, в требу больше, чем в Бога, там, я не знаю, в исполнение определенного ритуала, в светлую воду, в четкости этого исполнения, да, в четкости исполнения этого ритуала верят больше, чем в Бога, и в сущности, вот в этой истории о расслабленном, это главный действующий персонаж Христос, так же, как он является и главным действующим персонажем в церкви, если можно говорить о Боге, как о персонаже, то есть, он тот, кто, собственно, фокусирует на себе внимание людей, и он тот, кто собирает людей, то есть, тот, кто стягивает их в единый такой сноп, недаром, вот праздник Пятидесятницы, который мы будем с вами праздновать, в первый раз, собственно, да, в день основания церкви, когда сошел Святой Дух на апостолов, это был и праздник Пятидесятницы Ветхозаветной, праздник урожая, и в это время, как правило, как раз люди несли некие снопы, они стягивали эти снопы, Христос тоже стягивает, но этот сноп не из пшеницы, а из людей, то есть, он стягивает, удавливает, одно из часто повторяющихся, кстати говоря, слов в тайных молитвах на Евхаристии, удавли, удавли, да, то есть, стяни нас, стяни, сделай нас чем-то единым, и, наконец, слепой, который в сущности, человек-то, не просто здесь воспоминание некого чуда, и некого недуга, да, что человек болел, и вдруг от этого недуга исцелился, избавился, а это тот человек, который потом на Синендрионе, в общем-то, держит ответ за свою веру, вот, и как вы правильно сказали, с благодарностью готов решительно следовать за Христом, в сущности, да, нам рисуется некий образ идеального христианина, то есть, идеального, того человека, который должен пребывать в церкви, ну, это вот в качестве некого такого, вот, стафетной палочки я перенял у вас, для того, чтобы картина более полной выглядела, мне вот еще один вопрос интересует, ну, как сказать, он меня интересует, я, конечно, где-то сам на него и находил ответы, но мне кажется, для наших телезрителей очень важно этот вопрос, слышите ответ на него, а как сам Христос себе представляет церковь, вот, то есть, в Евангелии-то, в сущности, мы не находим учения о церкви, то есть, не говорит, я, мы только находим некое указание, на этом камне сожидит церковь свою, врата адовы не одолеет ее, а как бы все остальное, вот, нету, церковь моя будет выглядеть так-то, так-то, и так-то, вот у вас тут будет старший, тут у вас будет, там, служащий, там, и так далее, вот этого всего нету, как Христос себе представляет церковь? Ну, знаете как, уже воспринимая наше, нашим мировоззрением, смотря на все земное, знаем прекрасно, что церковь иерархична, то есть, как мы уже говорили, что глава ее есть Христос, и апостолы, последователи, всегда пребывающие с ним при всех событиях, неразлучно беседуя, впитывая в себя все те слова и пример спасителя, даруются им благодать Святаго Духа, и уже они, скажем так, распределяют ее, основывая новые церкви, возводя в санпорисвитеров других людей, становя их священниками, епископами, священниками в тех областях, где пребывали люди, то есть, непосредственно, всегда центр, как бы, един, Христос, и к нему все стремление, но знаем, что невозможно в нашем физическом материальном мире все, так скажем, пускать на свои руки, поэтому есть система, есть иерархия, есть четкий устав, ибо без этого, ну, невозможно разрушиться, то есть, кого слушать, зачем слушать, кому повиноваться, что делать, то есть, вот, по факту самого, примера спасителя апостола, в котором он дает эту силу возделывать, да, как и человеку возделывать мир, апостолам возделывать церковь свою, умножать, благоукрашать, развивать, даровано это им, соответственно, тому, мне кажется, вот, очень важно сказать, что если мы говорим о некой иерархичности, вот, я думаю, что и нас сейчас большинство телезрителей слушают, и, ну, в общем, убеждаются в том, что, да, вот, как бы, иерархия, она надмевает, в том смысле, что для многих людей, обывателей, для людей, которые нас слушают, иерархичность предполагает некую очень жесткую подчиненность младших старшим, глупых умному, не знающих знающему, вот, мне кажется, вот здесь очень важно сказать, что Христос безусловно говорит об иерархичности, но эта иерархичность некая идеальная, некая со знаком штрих, не та, как мы ее себе представляем, то есть Христос не командовал апостолами, и последняя его беседа на Тайный вечер крайне умилительная, крайне трогательная и драматичная одновременно, что он говорит, я не называю вас рабами, я не называю вас слугами, я называю вас друзьями, ибо раб не знает, что делает господин его, а вы знаете, то есть эта иерархичность предполагает иерархию, некую иерархию семьи, где, вроде бы, да, родитель старший, и дети, вроде бы, как бы должны ему послушаться, и, в общем-то, они это и так делают, но делают это не из-за того, что у родителя плетка или ремень в руках, а делают это потому, что любят. Это, вот, эта иерархичность в том ужасном виде, в котором она представлена у нас сейчас, да, когда у нас есть власть, а народ, ну, будем называть вещи своими именами, некое быдло, вот, которое, которое кормят, которое пасут, которое тащат, они должны, такой тягловый народ, вот, вот этого всего нет в Евангелии, хотя иерархичность там тоже присутствует, но она присутствует, как иерархия семьи. И церковь, это, собственно говоря, в первую очередь, община и семья. Пример семьи ставит. Так вот, а сам Христос что-то говорит, вот, о церкви? Или, по крайней мере, можно, он, понятное дело, я задаю этот вопрос, а сам понимаю, что он ничего не говорит о церкви, сам на этот вопрос отвечаю. А что может быть очень важного, как некие сущностные характеристики отмечает Христос о собрании тех, кто в него верует? Что конкретно, может быть, он упоминает? Ну, может быть, вот главным образом, как раз вот его первосвятительская молитва ко Отцу, о чем он молится? Говоря о молитве Отче наш, Отче наш, обращаясь, то есть показывая тем самым, что сам Бог, как вторая ипостась, Сын Божий, обращается ко Творцу, первой ипостаси, Богу Отцу, и молит Отче наш, и Си на небесе, то есть тем самым, давая основание человеку, в чем он пребывает, каков мир, то есть некие знания, да, передаются, прославляет его, и также показывает, что все, что даруется человеку, есть дар Божий, и спрашивает хлеба, хлеба насущного, не просто, как даже тот, чем мы питаемся, хотя в том смысле тоже, но как хлеб духовный, как то главное, то есть как в народе это было, что на столе хлеб, ничего-то больше не нужно. В первоапостольской общине под этим хлебом очень четко понимался евхаристический хлеб. То есть хлеб, непосредственно тело спасителя, которого соединяется с человеком, и чем оно обожествляется. то есть все вот эти вот вещи, как мы говорили, творческие акты даруются человеку, а соответственно, все эти знания, которыми питались апостолы, они, что называется, воспоминают, ставят каждый, вот тут услышали, тут увидели, тут узнали, и все эти вещи ставят на свои места, и уже по факту этих вещей, укомплектованных, и становятся, и устав, и становится, и знания, становится и иерархия та же самая, протекает вся жизнь церкви. То есть всегда должны мы смотреть, читать между строк, видеть, понимать, обдумывать, раздумывать, улавливать главные вещи, а соответственно, из того уже делать многие выводы. Как раз таки Господь, не вот делайте вот так, но думайте, как делать, развивайтесь, как делать. И говорит, что Святой Дух будет руководствовать и вами. То есть все ваши добрые намерения, дела и мысли будут им в правильное русло воссозданы, им и будешь вестись. Ну и в этом смысле я как раз вот именно это имел в виду, когда спрашивал, что так вот между строк Христос говорит о церкви, церковь должна быть проницаема Духом Святым, да, то есть она должна быть, то есть люди в церкви должны бы создать определенные условия для того, чтобы стать народом Божьим, для того, чтобы стать действительно церковью. То есть прийти в церковь, креститься в ней, это еще не значит стать в полной мере церковью, в нее еще нужно вырасти. А одни из этапов роста, это умение в том числе, скажем, да, не думать о том, что говорить, но Дух Святый будет говорить вашими устами, уметь не думать о завтрашнем дне и не печься слишком много о земном, думать о Царстве Божьем, это тоже сущностная характеристика тех, кто хочет быть церковью. И когда я говорил про первосвятительскую молитву, это та молитва, которую читал Христос в Гефсиманском саду, не за весь мир молю, но молю за тех, кого ты мне дал. И пусть они, Господи, будут, отче мой, да, пусть они будут едины, как мы едины с тобой. Это тоже сущностная характеристика церкви. Любое разделение в церкви, какое бы оно ни было, разделение на клириков и мирян, разделение на просвещенных, непросвещенных, на прогрессивных и не очень прогрессивных, там, да, когда у нас молодежь гнушается бабушками, бабушки гнушаются молодежью, да, тоже они считают, что... Поносят их. Да, да, да. Любое разделение, привносимое в церковь, есть грех против церкви, против этого собрания. Так Христос, церковь, не задумывал, что будем едины весьма. И очень, тоже очень важный момент, признак этого единства. Ты же, у тебя, Господи, все твое мое, а все мое твое. И это совершенно, вот возвращаясь к нашей прошлой встрече, к вопросу о человечности, почему современному человеку так сложно ее обрести, потому что современный человек живет по принципу все твое мое, а мое мое. Я делиться не буду. Вот. Батюшка, на сегодня наш эфир подходит к концу. Дальнейшие вопросы касательные церкви мы с вами обсудим в следующей нашей передаче, в следующую нашу встречу. Вот. Просто сейчас не хочется задавать какой-то вопрос, который бы потребовал быстрого, краткого ответа. Прощаемся с вами и прощаемся с вами, дорогие друзья, дорогие наши телезрители, братья и сестры. Сердечно вас поздравляем с наступающим праздником Троицы, Пятидесятницы, с днем рождения церкви и напоминаем вместе с отцом Михаилом о том, что церковь это не священство только лишь, это и все вы. Храни всех вас Господь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин